итак девчонки давайте поговорим о вышивке вот то что у меня получается вот моя многострадальная схема я вышиваю его на на даче и там частенько идет дождик мне приходится бегать своей вышивкой туда-сюда прятаться от дождя вот поэтому она такая помятая и измученная как вы видите я отмечаю то что я вышила синей пастой можете фломастером неважно то есть обязательно отмечайте все на схеме это моя рекомендация такая настоятельно вам рекомендую как говорится потому что обязательно потеряетесь где вы находитесь обязательно вы не найдетесь и придется сидеть пересчитывать это очень долго и очень муторно где найти схемы я сейчас покажу как искать схемы покажу то есть те схемки которые мне приглянулись когда я выбирала свою схему я откидывала себе в корзину и сохраняла то есть я могу ими поделиться чтобы вы долго не искали если понравится из тех схем которые я нашла можете взять их если нет значит ищите там миллионы схем и такие все классные то есть главное подобрать схему по тому размеру который вы задумали то есть это не обязательно может быть на всю футболку размер как у меня вот видите она в принципе ну почти до большую часть полочки занимает моя вышивка вот то есть не обязательно она должна быть именно такая большая может быть будет несколько каких-то сюжетов маленьких может быть какие-то бабочки там полетели я вот такую схемку там скачала поделюсь с вами в общем ищите придумывать и вот увидите свою схему и поймете что да это она я хочу вышивать именно ее также как было у меня с этой вот мордахой так давайте поговорим о ниточках которыми вышиваю я то есть я вам покажу вы вольны выбирать то что вы хотите я тут приобрела вот такие ниточки потальви это родина ярн авторские намоточки то есть тут намотка из разных ниточек здесь вот какие-то бирюзовые потом цвет морской волны коричневый и вот это вот серебро и поэтому видите она получается такая гламурная какая-то богатая что ли вышивка выглядит по крайней мере так на его не знаю как вы видите там через камеру потом посмотрю сама вот вот второй этот у меня оттенок которым я вышиваю семнадцатый еще брала 0 3 то есть здесь бежевые ниточки и серые и вот это слюда серебро там еще были разные оттенки короче в в общем можете заглянуть на этот сайт посмотреть это ни в коем случае не реклама это то что вот я для себя приглядела и мне прям нравится как выглядит эта вышивка что еще можно подобрать ну можно вот такие вот пайет очки взять они будут подбирайте оттенок тот который вам необходим вот у меня вот две таких вот бобиночки есть в общем главное чтобы у вас видно было эту вышивку да а вот такие вот малюсенькие пайетки они пройдут сквозь петли и вы без проблем ими вы шьете то есть если например ввязывать в полотно вот эти вот пайетки по схеме будет слишком муторно вот а потом вышит вот такими ниточками вполне возможно то есть можете вот такие вот выбрать это я брала на на вал березг где-то и еще про вот такие пайет очки хочу сказать в принципе они тоже могут ну как сказать иметь место для каких-то рисунков на нашей футболке но вот такие пайетки уже вышивать у вас вряд ли получится то есть их надо сразу ввязывать тогда подбирайте рисунок более-менее который будет подходить для интарсии то есть сразу же вяжите вот с этими нитками с этими пайетками большими сразу же вывязывайте свой рисунок на на полотне вот ну то есть вот сразу скажу вот такой рисунок брать не надо то есть где очертания какие-то а вот к примеру там какие-то фигуры большие полностью заполненные да то есть вот такие вот ниточки будут неплохо смотреться и кстати я тут пыталась связать вот у меня тут остатки образцов вот посмотрите как выглядит этот вот эти вот пайет очки то есть смотрится очень даже неплохо и если у вас будет какая-то фигура на вашей футболке будет просто классно смотреться классно переливаться это я пыталась вышивать ниточками ангоры в общем много чего я пробовала хотела вышивать как-то тут бабочку думала я ее заполню цветами но тогда теряется вот этот вот эти мои нитки и ничего в принципе не видно ну точно даже этой ниткой можно и сразу увязывать то есть исходя из того какую схемочку вы найдете то есть вы либо вяжите сразу как интарсию ввязывайте вот эти вот красоту для узора да либо потом садитесь и вышиваете мне кажется вышивать намного проще чем им тарсию вязать ну вот я сижу вышиваю так что хочу сказать как работать посмотрите я взяла нитки обыкновенные белые нитки хотя они у меня стали тут серыми и определила место то есть я посчитала естественно сколько клеточек у меня занимает моя схема определила место соответственно этой схеме на своей футболке и такую отбивочку сделала вот сверху отбивочка вот у меня снизу отбивочка идет да вот откуда докуда у меня будет находиться вышивка посмотрела на себе примерила как это смотрится там ли этот рисунок должен быть или может быть куда-то его сдвинуть то есть вот таким макаром я готовилась к вышивке потом посчитала сколько у меня по схем очки в ширину петель занимает и сделала отбивку центровку то есть от этой центральной отбивочки уже проще начинать какие-то подсчеты ваши где вы находитесь куда вам нужно идти откуда нужно сосчитать вот это вот центральная отбивка мне например очень хорошо помогает еще на даче там у меня я может быть вставлю кусочек видео я нашла там очень хорошо подручных средств таких можно найти я нашла кусок подоконника и вставила этот подоконник вот так вот то есть вышивала я на этом подоконнике и так девчонки вот моя вышивка вышивая на даче как вы видите вот и чем хороша дача тем что в любой момент можно что-то найти из подручных средств да то есть я какой-то кусок подоконника нашла и вот на нем вышиваю вы знаете в принципе вот когда плоскость ровно еще ты этой плоскостью можешь маневрировать туда-сюда это очень удобно ну по крайней мере мне вот мне было удобно то есть я не стала сшивать пока боковые швы я их сделаю чуть позже когда будет готова моя вышивка и мне было вот мне на ровной поверхности то есть можно это делать на столе вот я сейчас сижу вот вот эту вот спинку если убрать туда за стол и вот так вот разложиться на столе то возможно тоже будет удобно либо если вы сшили свое изделие то возьмите туда какую-то картонку вставьте что ли чтобы не пришиться хотя бы к спинке вот вот таким вот макаром я вышиваю ну и сейчас покажу саму вышивку буквально там несколько стежков сделаю для вас чтобы вам было понятно как происходит эта вышивка и так смотрите девочки когда я вдеваю нитку в иголку кстати у меня две иголки я обеими тут вышиваю по очереди то одно и то другое красная иголочка у нее чуть уже ушка как вы видите у синий у зеленой у салатовой иголочки ушка потолще то есть иногда бывает немножко туговато проходит сквозь петельки но вот у нее вот этот вот уголок на кончике так помогает вышивать прям под это подставляешь там и сразу же видишь где у тебя выходит иголка вот после синие я нашла красную я просто ее где-то затеряла сразу же поэтому взяла зеленую вот нашла красную начала вышивать а здесь уголка нету и и идти я чувствую что немножко неудобно так что если вам попадется иголочка с небольшим ушком и вот с таким уголком перейти не раздумывайте так в дело нить в иголку и смотрите я ниточку не обрываю от клубка отставляя его в сторонку нахожу место которое мне нужно вышивать я буду вышивать вот этот вот глазик да то есть вот эту сейчас дорожку пройду на у меня осталось не вышит так захожу вот вот мне нужно я надеюсь что вам хоть что-то видно вот мне нужно смотрите вот эту петельку вышивать сейчас удобнее показывать иголкой вот вот эту петлю мне сейчас нужно вышивать по схеме значит завожу я иголку с изнаночной стороны в петлю которая ниже то есть в ту петлю из которой выходят ниточки той петли которую мы будем вышивать так вот да да я показала вот пока никаких узлов на изнаночной стороне я не делаю у меня просто нитка от клубка хотя мне в принципе там неудобно будет ну ладно неважно я просто вам показываю и объясняю как я это делаю почему неудобно потому что девочки где-то ищите такие места где можно зайти да вот например вот здесь зашли вышли вот это место да у вас закончилась ниточка здесь вы сделали узелок а потом у вас здесь от клубка нитка еще находится да и вы например перешли вот сюда и стали вышивать вот это место либо пошли в другую сторону то есть находите такие места где можно в две стороны будет от одного и того же места пойти я надеюсь что я понятно объяснила ну то есть чтобы меньше было всяких узелков на изнаночной стороне узелков мы тут не избежим конечно же но уменьшить количество вот таким образом можем да вот я вытащила ниточку вышиваю то есть вот она моя петля которая будет вышит так смотрите у нее пошла сама петля до ниточка петли этой из того же места куда я завела иголочку и ушла вот под вот эту петельку так вот мы сейчас будем повторять контуру этой петли я вот так вот подцепляю так вот она у меня одна сторона петельки встала то есть для того чтобы мне завершить вышивку этой петли я возвращаюсь в то же место и прохожу в следующую петлю то есть у меня там влево идет ряд я прохожу влево на одну петлю и вывожу ниточку точно так же до в ту петельку из которой сейчас буду вышивать следующую петлю снова за две дольки даст ли в вышестоящие петли завела иголочку так вот у нас хвостик надо вытащить вот завела ее тут не видно серебряшки почти скрыты и и захожу этой же ниточкой в то же место откуда вышло все вывожу в следующую принципе когда вот такие вот горизонтальные сегменты мы вышиваем очень удобно друг за другом эти петельки вышивать мне особенно нравится влево идти потому что с подручнее с правой руки заводить иголочку смотрите ниточку я сильно не затягиваю я ее специально оставляю как бы чуть большего размера чем сама петля если у меня как-то легла на немножко не так я ее подправляю вытаскиваю что ли если она затянулась вот и специально делаю такой создаю небольшой объем вот сейчас я дохожу до края этого ряда и передвинуть на следующий ряд покажу вам как вышивать в другую сторону так докуда мне там идти итак вот я прошла крайнюю петельку в этом ряду то есть сейчас я отмечу все вот эти вот петли которые у меня здесь провязаны таким образом их зачеркиваю да дальше у меня следующая петля выше на одну клеточку и правее то есть по диагонали мне надо найти петельку вот я выхожу то есть я захожу завожу иголочку чтобы закончить петлю снова в то место до откуда она у меня начиналась и вывожу в соседнюю петлю которую только что прошла потому что из нее мы будем проходить петлю которая у нас по диагонали будет смотрите вот последняя петля вот петля по диагонали вот под ней я вывела ниточку все теперь смотрите с этой стороны мы идем в другую сторону мы идем справа я завожу иголочку слева направо так и точно также внизу я захожу в петлю мне надо идти вправо петельку то есть я также двигаюсь направо вот таким образом вышиваем столько петель сколько нам необходимо смотрите например нам нужно вышить вот эту петлю как в нее попасть то есть смотрим вот они у нас ножки из этой петли выходит а вот эту петельку ну то есть друг на другом расположенные петли нам надо вышить а вот эту петельку мы еще не закончили то есть я захожу закончить эту петлю туда куда мне нужно то есть в петельку под ней и вывожу петлю вот буквально через одну вот эту перетяжку в петлю которая только что вышита так вот так вот сделаю мне там не надо конечно же петельку но я сейчас распущу вам покажу и распущу вот мы вышли только что вот эту петлю а нам надо вышестоящую выше то есть выявили ниточку из этой же петли и прошли вышли следующую вот таким образом да видите то есть у нас получились петельки вышиты друг над другом сейчас заведу сюда иголочку и будут у нас петельки друг над дружкой но в принципе все что я вам хотела сказать сейчас до вышиваю и покажу что у меня получилось итак девочки вот такая вышивка у меня получилось вот она моя морда французика это конечно что-то чем-то не передает камера совершенно то что я вижу в живую потому что ниточки с люрексом здесь плохо видно блеск вот так вот может быть вы его увидите но все равно в общем издалека это смотрится прям обалденно красиво девчонки рекомендую вот такую моську я вышила и мне очень она нравится буду по моему носить не снимая и так девчонки для того чтобы найти схему для вышивки заходим в любой поисковик будь то google или яндекс и набираем так вот все тут крестом вышла давайте крестом уберем посмотрим может что-то поменяется но нет не поменялось видите схема очень сложный разноцветный то есть нам вышивать в принципе да можно и все получится но если очень очень долго над этим сидеть поэтому давайте добавим сюда ну вот ведь они все тут все что есть не подходит нам давайте добавим сюда монах ром вот тут уже ближе то тут тут можно поковыряться посмотрите что есть вот смотрите першко неплохое вот какие-то кофе очки так 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 ну в общем тут смотреть уже будете сами то есть если вы например приметили ну вот дамочку вот такую да то есть вот здесь вот появится уже что-то похожее на эту дамочку да если вы решили вышивать именно вот в таком стиле вышивку свою если вы хотите например кошечку собачку собака сразу здесь определяете то есть смотрите сразу нам вышли собаки всякие разные такие прикольные ну и естественно если мы куда-то провалимся то будет похоже что-то нам предложено среди вот кошка прикольная в принципе вот таким образом ищите и найдете именно то что вы захотите вышить точно так же можно посмотреть а да кстати я тут вот такую вот дамочку нашла мне прям как-то она запала смотрите черным цветом и красным можно вышить по светлому и будет у вас шикарнейшая футболка оставлю вам в этих файлах я ее скачала где-то так на пинтересте можно точно так же можно набрать схема вышивки по вязаному полотну вот смотрите вот какая кошечка вот такая зайка кстати вот такого зайку можно сделать сразу связать интарсией то есть связали каким-то цветом можно даже и в принципе пайетками сюда хвостик причепурили потом и будет вам вот такая прикольная вышивка такой зайка ну вот тут схем то я как-то мало вижу в общем надо искать ковыряться смотреть оставлю несколько вот бабочки какие-то полетели видите вот то есть если мы провалимся вот в этих бабочек наверное нам выйдет уже да вот видите уже стало побольше такие вот бабочки смотрите вообще такая неказистая вышивка ну как миленько смотрится если какая-то белая футболочкой вот такие бабочки будут летать очень даже интересно птички разные бабочки птички вот птицы красиво смотрятся где-то мне попадалось сейчас сейчас может быть найду покажу смотрите вконтакте в классниках вот точно так же строку поиска забиваете свой запрос схему вышивки например по вязальному полотну повязанному полотну и смотрите что здесь вам предлагается вот смотрите какая прелесть вот такие собачата здесь машинка зайчики и ежики кошечки в общем очень интересно вот она та птичка помните показывала вам только что вот эту схему и как расположена на кофточке вот эта птичка очень даже неплохо бейте на заметку очень много всего интересного в интернете так что ковыряйтесь по сайтам смотрите вот вам схемы розочки ищите и обязательно найдете то что понравится именно вам